всем привет как думаете что это нет это не снег и вот так вот многие люди что-то видят перед собой но не знают что это такое и всегда возникает вопрос что это такое и для чего и нужно ли оно вам ему явно нужно и вот часто возникает вопрос юпитер или планета что ответить купайте то что он нравится и знайте назначение мотоцикла какой мотоцикл больше подходит для медленной тошниловки по проселку по какому-то бурелому это будет планета если вы хотите побыстрее как-то прохватить где-то по остаткам асфальта сельского потому что сейчас мы все живем на остатках того что раньше было и значит тогда у юпитер но это я опять свое мнение говорю свое видение свете ваших вопросов опять что лучше взять и жака взять или какой-то китайский мопед опять что вы что вы знаете об этом например один этот мотор он весит от юпитера практически как этот весь мопед если вы хотите взять ежа который 160 килограмм весит и же весит 160 килограмм без коляски но 157 158 ну чтобы вы знали 160 а этот мопед он весит килограмм наверно 80 80 90 может весит то есть два раза меньше чем и жак двигатель и жесткий весит 43 44 килограмма представляете чудо когда если вы веса больше металла хотите купить примерно вот 20000 рублей до берем 20 тысяч рублей не купишь и не не альфу хорошую ниже хорошего не купишь потому что ну за такие деньги их нету их кстати даже бывает нету что из-за 50 тысяч не было бывает что нету будет просто обман будет цена большая по сути будет то же самое что за 20 тысяч поэтому для того чтобы что-то покупать нужно что-то соображать чтобы вас не обманули это первый такой критерий при покупке ну или брать с собой человека который соображает не не одурманенный вашим желанием не идущие у вас на поводу такой трезво мыслящий вперед смотрящий вот и он как бы вам сразу скажет нет нет пошли потому что очень часто бывает когда человек хочет купить у него ручки тросится коленки подгибаются и вот он так хочет деньги свои отдать за то что он увидит прям впервые и прям нужно специально чтобы человек был здесь рядом какой-то который мы сказал 100 п покупаете вы за двадцатку либо вот это вот поломанная либо и жака поломанного что легче восстановить восстановить легче вот и китайскую технику для меня потому что все это продается любой болтик любая пружинка любой распредвал клапан направляющая клапана остается вам только соображать как это ремонтировать соображать в этих железках и вы из магазина соберете просто вот новый мопит себе все подшипники все все на свете можно купить вообще вот все даже не хватало тормозной машинки там или этого тормозного суппорта все это покупаете диски тормозные покупаете но все есть все вообще все сажем будет другая картина возможно будет на ежах практически все но это будет все муляж до такой степени муляж что он будет с виду похожий но ничего туда не пристанет одно к другому потому что будут будут размеры не те немножко чуть-чуть не те и ничего из этого уже не выйдет то есть если ежа покупать то его сразу надо покупать хорошим даже если дешево лучше купить его дорого и прям что без обмана и и тогда уже есть будет у вас много металла хороший мотоцикл и будете ездить на мотоцикле не на мопеде потому что вот если это детей мотоциклы это хотя это мотоцикл он считается мопедом для всех кроме как по правилам ну мы не берем китайские мотоциклы потому что они сейчас больше сотки стоят даже там какая-то 125 к будет стоить суточку и уже придется на учет ставить а вот мопед сейчас он так вот сделаны мопеда эти они едут 80 потому что здесь обманная поршневая стоит здесь на самом деле стоит 110 кубов 110 кубов едет мопед 80 свободно даже может быть под двумя и на ветер кушает мало по докам по всем шильдикам по всем этим надписям периферии бумажной вы 50 кубовый не будет требовать регистрации и sms уже на любую тележку с мотором вам потребуется удостоверение категории я даже не знаю как она м называется на мопедах альфа бывают разные это это альфа она вот модная у нее и руль вот такой черный и пробка вот такая как спортбайки и вот эти вот панель приборов как хонди в хорошей неплохое такое сделано вообще и дисковые тормоза спереди что тут еще такого интересного ну тут вот этот двухкомпонентный бардачок такой красивый переменным витком ароматизаторы тут вот эта шляпа всякая подножки там туда-сюда что тут еще аварийка есть в арене вот делин делин чтобы наварила вам очень много есть а мне такие альфы не нравится мне вот этого не нравится она хорошая но мне не нравится мне не нравится мне нравится альфа на которых альфа написано вот здесь альфа и такие которые ржавеют быстро вот тем не нравится вот они сделаны у них крылья уже не пластиковые железные хромированные и хром этот быстро ржавеет но такой хром у тебя альфа мне нравится вот труба не такая модная глушак такой был просто простой глушак такой тоже ржавый и чтоб колеса на спицах были вот люблю я спицы вообще в колес не люблю вот этот вот особенно вот эти еще более-менее нормально красивые колеса есть колеса вообще такие как секиры такая хрень вообще позорная в общем альфа есть альфа и если у меня была двадцатка она у меня была я купил себе вот альфу а не какой-то из потому что и же и у меня много ну а так то альф у меня много